МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Елены Решетниковой. Главное сегодня. Отставка министра образования Мордовии Евгения Маркачева. Со своего поста он ушел по собственному желанию. Рузаевка – территория опережающего развития. Постановление подписал председатель правительства России. Критика ресурсоснабжающих организаций. Мэр Саранска дал оценку затянувшемуся старту отопительного сезона. Темниковский район презентовал свой туристический потенциал. Мероприятие прошло на Мордовском подворье. 2 октября глава Мордовии Владимир Волков провел в Москве ряд важных встреч в администрации президента и правительстве России. С помощником президента России, секретарем Государственного совета России Игорем Левитином, Владимир Волков обсудил вопросы подготовки к проведению в Саранске матча Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Во время своего недавнего визита в Мордовию Игорь Левитин осмотрел основные объекты Мундиаля – стадион «Мордовия-арена» и аэропортовый комплекс, после чего выразил удовлетворенность ходом и темпом производимых работ. «Качество и сроки подготовки Саранска к чемпионату не вызывают у нас опасений. Темпы строительства хорошие, все будет готово в срок», – подчеркнул Игорь Левитин. На рабочей встрече помощника президента России и главы Мордовии в Москве планы по подготовке объектов инфраструктуры к чемпионату обсуждались более детально. Особое внимание было уделено транспортной составляющей Мундиаля. В этот же день в Доме правительства России состоялась рабочая встреча Владимира Волкова и Виталия Мутко. Перечень обсуждаемых заместителем председателя правительства России тем включал в себя наиболее актуальные вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также задачи по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в Мордовии. Изменения в кабинете министров. Глава Мордовии Владимир Волков подписал указ о назначении некоторых руководителей республиканских ведомств. Также на заседании правительства объявили об отставке министра образования Евгения Маркачева. Со своего поста он ушел по собственному желанию. Евгений Маркачев занимал пост министра образования Мордовии с ноября 2015 года. В то время его кандидатура была предложена главой республики Владимиром Волковым. До этого Евгений Маркачев возглавлял Кемулянский аграрный техникум, куда по сообщениям и намерен вернуться. На заседании председатель правительства республики Владимир Сушков вручил экс-министру благодарность и отметил, что он много сделал для развития образования в регионе, в том числе для строительства детских садов и школ. Ранее Евгений Маркачев принял участие в программе народного телевидения Мордовии «Гость в студии», где в том числе обсуждалась тема строительства новых образовательных учреждений республики и оснащение их современным оборудованием. Меняется технология обучения учеников. То есть приходит полностью все цифровое обучение, то есть IT-обучение. И, конечно же, каждый педагог должен обладать знаниями и программами, которые ему позволят обучать именно на новом оборудовании. Кто теперь будет возглавлять Министерство образования и продолжать внедрять инновационные технологии в учебный процесс, пока неизвестно. Также своим указом глава Мордовии переутвердил в должности некоторых руководителей республиканских ведомств. Так, Министерство здравоохранения по-прежнему возглавляет Михаил Морозов. За Олегом Соколовым осталась должность министра информатизации и связи, а Виталием Калугином – министра печати и информации. Расширенным Министерством культуры, национальной политики и архивного дела руководит Анатолий Чушкин, а Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Игорь Князьков. Государственный комитет по делам молодежи возглавила Наталья Помилова. Госкомитет имущественных и земельных отношений Алексей Фонов. Руководителем ветеринарной службы остался Александр Кичайкин. По остальным кандидатурам членов Кабинета министров проходят консультации. Евгения Кострица, Народные новости. Утверждено на федеральном уровне. В Розаевке начинается создание территории, опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства России. С этой темы Дмитрий Медведев начал совещание с вице-премьерами, которое прошло 2 октября. Дмитрий Медведев сообщил, подписано постановление о создании территорий, опережающего развитие в четырех регионах России – Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях. «Мы рассчитываем, что за счет создания таких территорий за 10 лет в эти регионы удастся привлечь в общей сложности более 20 миллиардов рублей», – сообщил председатель правительства. Согласно официальному сайту Кабинета министров страны, в настоящее время правительство Мордовии подписано рамочное соглашение с инвесторами о реализации шести инвестиционных проектов. В рамках проектов планируется создание предприятий по ремонту тепловозов и производству продукции, используемой в ремонте локомотивов и техники на железнодорожном ходу, создание и производство изделий из пластмассы, организация и создание предприятий по производству добавок для кормов сельскохозяйственных животных на базе ОАО «Молоко», расширение производства труб, организация и производство корпусной и мягкой мебели, строительство предприятий по производству компаундов на основе яичных продуктов. Напомним, решение о создании территории, опережающего социально-экономическое развитие в девяти городах России, было принято 28 июня этого года на заседании специальной комиссии под председательством заместителя министра экономического развития России Александра Цибульского. Территории, получившие такой статус, имеют особые налоговые и экономические условия, сниженный налог на прибыль и страховые взносы, освобождение от налога на имущество. Создание в Розаевке территорий, опережающего развитие, позволит диверсифицировать экономику, повысить инвестиционную привлекательность территории города. Планируется создать 1350 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более 2,5 млрд рублей. Как отметил глава Республики Мордовия Владимир Волков, цитата. Создание территории, опережающего развитие в Розаевке, будет являться дополнительным конкурентным преимуществом для привлечения новых инвесторов, позволит создать новые рабочие места, придать новый импульс развитию малого и среднего предпринимательства, увеличить налоговую базу. Конец цитаты. Ольга Ермакова, Народные новости. Мэр республиканской столицы раскритиковал ресурсы, снабжающие организации Саранска. Вопрос о затянувшемся старте отопительного сезона стал первым в повестке рабочего совещания в городской администрации. В своем отчете руководитель Саранского ДГХ отметил, что центральную часть города начали подключать еще 29 сентября. А к среде батареи должны заработать уже по всему городу, в том числе в новом микрорайоне юбилейном. Однако такие низкие темпы вызвали много вопросов у мэра Саранска. В минувшие годы, по наблюдениям Петра Тултаева, коммунальные службы осуществляли пуск тепла в течение одного-двух дней. А теперь жители Саранска вынуждены кутаться в теплые вещи почти неделю в ожидании тепла. Тем временем многоквартирные дома промерзают, а обилие дождей приводит к сырости в квартирах, что может вызвать всплеск простудных и прочих заболеваний. Затяжной старт куратора сферы объяснили сокращением рабочих в Саранск-Теплотрансе, из-за которого коммунальная компания потеряла возможность работать оперативно. Даже в части замены коммуникации сейчас в Саранске остается много разрытых участков. Кроме многоквартирных домов, до сих пор без тепла остаются больше половины дошкольных учреждений столицы. Глава городского округа поручил правовому департаменту администрации изучить судебную практику по аналогичным случаям и подготовить иски к коммунальной компании. Кроме того, мэр объявил, что здание администрации получит тепло последним, только когда оно появится во всех остальных домах Саранска. В МГУ имени Огарева состоялось торжественное мероприятие, на котором поздравили выпускников Малой академии государственного управления. О том, как это происходило, знают Анастасия Целегина и Станислав Семин. Малая академия государственного управления создана по инициативе Михаила Бабича и активно развивается под его личным контролем. В этом году выпуск служителей МГУ в нашей республике составил 20 человек. Сегодня у нас двойное мероприятие. Мы открываем очередной набор в Малую академию государственного управления, который существует в республике Мордовия с 2007 года. И, собственно, завершаем предыдущий набор. Мы выдаем диплом тем, кто уже получил профессиональное образование. Выдаем сегодня диплом о профессиональной переподготовке по программе, которая называется «Система государственного муниципального управления». На мероприятие собралось более 50 человек – выпускники вузов, ректоры и педагоги. Поздравил и лично вручил диплом о профессиональной переподготовке главный федеральный инспектор по Мордовии Михаил Сизганов. В 2007 году первый раз мы набрали слушателей Малой академии госслужбы. И за эти годы прошло 10 лет, она полностью себя реализовала и зарекомендовала как учреждение дополнительного образования, куда стремятся люди приходить, получать новые знания, новые компетенции, так остро необходимые для их, в первую очередь, самореализации, ну и для экономики Республики Мордовия. Поэтому мы считаем, что этой инициативе жить еще долго, мы будем максимум делать для того, чтобы молодежь приходила и получала те компетенции, которые сегодня востребованы жизнью. Основной целью создания Малых академий является выявление наиболее активной молодежи, а также содействие профессиональному развитию молодых людей. К примеру, в настоящее время уже трое выпускников МОГУ трудоустроены в Министерстве образования Республики Мордовия. Анастасия Целегина, Станислав Семин. Народные новости. В минувшую субботу в Саранске состоялся 11-й пленум Рескома КПРФ. Обсудили итоги выборов 10 сентября 2017 года. Наметили задачи на выборную кампанию весной будущего года, приняли план мероприятий празднования столетия Великой Октябрьской революции. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Сергей Соколов. Коммунисты Мордовии начали пленум с организационных вопросов. Выбрали президиум, определили секретариат, стоя выслушали гимн, наградили своих самых активных членов, поздравили футболистов. Члены команды регионального Рескома принесли кубок, который они завоевали в мини-футбольном турнире. Молодые партийцы уступили в спортивном бою только республиканской прокуратуре. По очкам у нас одинаковое количество было. Мы проиграли по разнице забитых и пропущенных мячей. То есть на четыре мяча за весь турнир мы забили чуть поменьше. Так что, думаю, в следующий турнир мы все-таки принесем первое место. Затем перешли к обсуждению повестки дня. Докладчица рассказала о ситуации в стране и в мире. Затем перешла к обсуждению итогов выборов 10 сентября. Кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин также занял второе место. Правда, кубка не было и сам Кузякин на пленуме не присутствовал. Был разбор ошибок выборов. Коммунисты рассчитывают избежать их во время выборной кампании на должность президента России, которая состоится в марте 2018 года. Нам нужно укреплять кадровый потенциал в плане контроля, юридическую часть. И будем укреплять за оставшееся время. И постараемся на президентских выборах наш контроль на участках быть более жестким. Также на пленуме обсудили план мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты собираются широко отметить эту знаменательную дату. По словам Валентины Зайцевой, к столетию Октябрьской революции в Старом Шайгове откроют памятник Владимиру Ленину. Его восстановили местные активисты. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов. Народные новости. Как сообщает известие Мордовия, остановка в виде лампочки в Саранске вошла в рейтинг самых необычных. Канадский фотограф Кристофер Хервик выпустил фотокнигу, посвященную самым интересным и необычным остановкам. В 80-е годы предприятие по производству светотехнической продукции Лисма построило две остановки. Одна в форме зеркальной, а вторая в форме керосиновой лампы. До сегодняшнего момента сохранилась лишь одна на шоссе светотехников. Автором эскиза проекта стал Вячеслав Левакин, бывший директор предприятия. Необычная остановка в форме лампы остается символом светотехнической промышленности. Она была разработана, изготовлена конструктивно у нас в 17-м цехе, вывезена и установлена, покрашена. И в тот период мы ее поддерживали состояние, красили регулярно. Мы довольны то, что есть образ нашей лампы. И сохранена, не уничтожена та остановка, которая уже порядка 35 лет функционирует. Темниковский район показал Саранске свой туристический потенциал. Какие достопримечательности есть в этом районе? Что гости могут посмотреть интересного и что вкусное попробовать? Все показали на нескольких площадках. Мероприятие провели в центре города на Мордовском подворье. Оно завершило туристический сезон в нашей республике. Темников туристический, старинный, открытый, родной. Под таким девизом прошла презентация туристического потенциала района. Это мероприятие провели впервые, но идею темниковцев будут продолжать и развивать. Мы хотели, чтобы подворье наше работало вот таким образом еженедельно, чтобы были районы, представляли свою культуру, представляли свое историческое прошлое и настоящее, показывали, насколько культура района, она имеет возможность популяризироваться в центральной части нашей республики. И это позволит нам более качественно воспринимать и понимать, что происходит в нашей республике, как развивается культура, в каком направлении мы движемся и как люди нашей республики воспринимают все то, что связано с культурным процессом, с культурным наследием нашего региона. Темниковцы не случайно стали первыми, кто показал свой туристический потенциал. Руководство района одним из направлений развития обозначило именно туризм. Причем в старинном мордовском городе ждут гостей не только из-за пределов республики. Настала пора развивать внутренний туризм. Мы бы, конечно, хотели здесь присутствовать каждую субботу и радовать жителей города Саранска не только богатой культурой Мордовии, но и, конечно же, экологически чистыми товарами, продуктами, которыми очень богата Темниковская земля. Посмотреть в Темникове есть, что на всю Россию гремит слава Санаксарского монастыря. Он неразрывно связан с именем великого флотоводца Федора Ушакова. Но те, кто побывал в монастыре, потом обязательно должны посетить Темниковский краеведческий музей. Наш музей – один из старейших музеев республики Мордовия. Свою историю он ведет с 1901 года, когда еще при Дворянском клубе была открыта первая музейная комната. И через два года он был доступен для посетителей. С тех пор мы открыты. Очень много информации, очень много тем. Это история, это этнография, это быт, это природа. И, естественно, самый большой зал нашего музея посвящен Федору Федоровичу Ушакову, где собрано большое количество экспонатов. Мы расскажем, покажем, приглашаем гостя. Широко известен в нашей стране заповедник имени Смедовича. Он также находится на территории Темниковского района. В минувшем году в регионе появился и еще один туристический маршрут. Дорога приведет в старинное мордовское село Лесное Цыбаево. Там каждый может побывать в настоящем мордовском доме и попробовать приготовить себе обед так, как это делали предки. А приезжайте к нам в Лесное Цыбаево, мы вас угостим сладкой позой, пышными блинами, домашним хлебом, горячими щами, ароматной кашей. В Темникове чтут свои старинные традиции. Местные мастера помнят, что когда-то их предки шили специальные куклы, которые назывались зерновницы. Начинкой у них была не вата или синдепон, а пшеница или рожь. Куклы были своего рода эстетически оформленным стратегическим резервом семьи. В старину их делали после уборки зерна. В каждом семье делалась кукла с размером, с расчетом их богатства. Но первая часть куклы, это нижняя часть, не должна быть меньше ведра. Дальше наливались рукава, наливались там по полведра, и дальше голова, может, еще где-то четверть там различалась. И уж в семье, когда кончалось ближе к весне зерна, там, к хлебу или к чему, и уже у них это считалось как запасом. И они начинали пользоваться это зерно. Те, кто пришел на презентацию Темниковского района, узнали об истории и сегодняшнем дне старинного мордовского города. По признанию организаторов, они смогли показать лишь пятую часть того, что могут увидеть гости, приехав в Темников. Наш туристско-крывеческий клуб, он специализируется на том, что мы знакомим своих детей с историей культуры Республики Мордовия. Ну, естественно, Темниковский район, он часть Мордовии. И очень хорошо, что у нас появилась такая возможность знакомить детей вот с такими частичками Мордовии, с частичками Мордовии. Поэтому мы очень рады, что такие праздники есть, и мы обязательно будем приходить, если другие районы пожелают себя также презентовать, как Темниковский район. Презентация туристического потенциала районов Мордовии будет продолжена, пока выбирают форму проведения таких мероприятий. Так что туристический сезон в Мордовии в минувшую субботу был официально закрыт. Но в Темникове гостям рады круглый год. Данил Паршуков, Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов. Народные новости. 1 октября в Свято-Феодоровский кафедральный собор Рыцкаменской и Царичанской епархии были принесены мощи святой равнопостольной мироносицы Марии Магдалины, священномученика Киприана и мученица Иустины. Они проводят в Саранске месяц, а потом будут проведены по всем районам республики. По благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, святыни перед собором встречал секретарь Саранской епархии, протеерей Виктор Хохлов. Сразу после торжественной встречи в главном храме Мордовии прошла божественная литургия. По ее окончании перед святынями был совершен молебен. Сегодня из Донецка к нам прибыли частицы мощей святой равнопостольной Марии Магдалины. Это одна из жен мироносиц, которая подвязалась вместе с Христом. И священномученика Киприана, и мученица Иустины. Это святые первых времен христианства. Эти мощи прибудут у нас до субботы, а потом в Розаевку будут перевезены и далее по графику. Осужденной исправительной колонии номер 13 УФСИН по Мордовии Татьяне Янович вручили диплом. Она участвовала во всероссийском конкурсе изобразительного искусства в уголовно-исполнительной системе в номинации «Игрушка» с куклой «Казачок». Начальник отдела по воспитательной работе из правительного учреждения Натальи Ежогина, вручая диплом, пожелал Татьяне дальнейших творческих успехов и скорейшего освобождения. Всероссийский конкурс изобразительного искусства среди осужденных проводится ежегодно. Его организует попечительский совет «Уголовно-исполнительная система» совместно с Союзом художников России. Конкурс проходит в несколько этапов. Заключительный состоялся на базе Владимирского юридического института в СИН России. В Саранске продолжается череда праздников двора. Очередной провели на улице Гожувской. Двор дома номер 28 благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На праздники побывала наша съемочная группа. Съемочная группа народных новостей ранее рассказывала про двор по улице Гожувская, 28. На тот момент работы в нем были проведены до конца, как утверждали представители администрации. Но жители остались не совсем довольны проделанной работой. А теперь они празднуют преображение своего двора. Все их пожелания были учтены и соблюдены. Здесь весной было благоустройство полностью разбито, ямы, то есть стояла вода. Ну вот с июльного места приступили к выполнению благоустройства, выполнению работы. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во дворе положили новый асфальт. Появились парковочные места, пешеходные дорожки, освещение. Были установлены скамейки и урны. На детской площадке теперь новые качели и резные фигуры. Ранее жители жаловались на отсутствие лежачих полицейских. И эту проблему решили. Дороги были плохие. В 2017 году нам сделали благоустройство. Стало хорошо, красиво. Очень все жильцы благодарны. Я благодарна главе Октябрьского района. Около 6 миллионов рублей. Именно столько было затрачено на благоустройство придомовой территории. В соответствии с пожеланиями жильцов были выполнены все работы. Теперь в этом дворе можно прогуляться по тротуару, пообщаться сети на лавочке и даже покататься на велосипедах и роликах. Елена Сергеева, Валерия Никитина, Андрей Просверкин. Народные новости. По всему миру празднуется Международный день музыки. Она вдохновляет людей на прекрасное. Ее создают талантливые музыканты, певцы, концертмейстеры, дирижеры и, конечно же, выдающиеся композиторы. Один из них – Сергей Терханов. За всю свою насыщенную творческую деятельность он завоевал немало званий и наград. Подарил многообразие чувственных произведений, которые помнит и любит публика. На концерте в честь памяти известного музыканта побывали Ирина Просолова и Сергей Соколов. Солисты Государства музыкального театра имени Яушева, заслуженные артисты республики, работники культуры. Известные музыканты Мордовии исполняют романсы композитора Сергея Терханова. Концертный зал Саранского музыкального училища имени Кирюкова заполняет чувственная и трогательная музыка. Публика наслаждается каждым аккордом, звучащим со сцены. Работать с произведениями Сергея Терханова непросто, но очень интересно, признаются артисты. Ведь творчество композитора имеет неповторимый авторский стиль. Думаю, что в будущем будет своеобразный стиль Терханова, стиль исполнения его романсов, как, например, стиль Моцарта. Ведь музыку Верди и музыку Моцарта мы исполняем по-разному. Вот у Терханова очень сложное сочетание оперного и, наверное, эстрадного исполнения. Очень глубоко взаимопроникающие эти два стиля. Сергей Яковлевич Терханов – один из самых-самых любимых композиторов моих. Я знакома с его творчеством давно. Лет, наверное, может быть, 10-7 назад я исполняла в его симфонической поэме «Сольную партию». Тогда приезжал Ярославский оркестр к нам в город. Было очень интересно. Периодически исполняла произведения вокальные, вокальное-вокальное творчество. Народный артист республики, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Мордовии. Лишь часть длинного списка званий Сергея Терханова. С 1987 года он преподавал музыкально-теоретические дисциплины студентам музыкального училища. Композитор оставил огромное музыкальное наследие. Он создал большое количество опер, балетов, мюзиклов, музыких, спектаклей, драматического и кукольного театров, баллад, песен и, конечно же, романсов. Романсы он писал на стихи как поэтов-современников, так и на собственные стихи. Они отличаются очень непростым языком, достаточно сложным для исполнителей. Всегда, конечно, это любовь, это откровение, отношения между женщиной и мужчиной. Сергей Терханов всю жизнь посвятил искусству. Музыка была в его сердце до последних дней. Сергея Яковлевича не стало в 2014 году. Его произведения, востребованные исполнителями и художественными коллективами, продолжают жить. Его музыка продолжает звучать. Я думаю, уместно будет вспомнить слова Сергея Яковлевича, который не раз говорил о том, что именно музыка делает нас выше и чище душою. Именно музыка рождает в душе и ребенка, и взрослого человека прекрасные чувства дружбы, любви, радости и надежды. В концертном зале не оказалось ни одного свободного места. Друзья, коллеги, ученики, родственники и студенты училища пришли, чтобы почтить память Сергея Терханова. Музыка великого композитора никого не оставляет равнодушными. Ирина Просолова, Сергей Соколов. Народные новости. 1 октября в Саранске прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню ходьбы. В его рамках прошел массовый флешмоб, направленный на пропаганду этого вида спорта, а также забег в памяти олимпийского чемпиона Петра Болотникова. За днем ходьбы наблюдала наша съемочная группа. Погода откровенно подвела организаторов, поэтому много людей в осеннее утро собрать не удалось. Пришли только те, кто искренне влюблен в ходьбу. От имени главы республики спортсменов поздравил министр спорта Владимир Киреев, директор спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Вера Начаркина, осталась довольна уровнем организации. Здоровая нация, здоровый народ – это сильная страна. И ходьба, мы тоже знаем, что это самая естественная и доступная вид физической активности, которая позволяет поддерживать спортивную форму и здоровье. Наши заслуженные спортсмены также приняли активное участие в мероприятиях. Вместе со своей дочкой руководила зарядка чемпионка мира по спортивной ходьбе Ирина Станкина. После этого все спортсмены приняли участие в показательном забеге. Призер прошедшего чемпионата мира по легкой атлетике Сергей Широбоков сказал, что всегда старается принять участие в таких мероприятиях. Я очень рад, что проводят такие мероприятия, которые популяризируют этот вид спорта. То есть, когда я об этом знал, я очень обрадовался, что проведу такое мероприятие. Юные спортсмены активно фотографировались со своими кумирами. Происходило общение между ходоками разного возраста. Это очень важно, ведь именно так формируется преемственность поколений. Я пришла вообще сначала в школу, потому что я и ходила туда. Занимаюсь тоже в школе, пришла сама, захотела. Когда началась с самого начала первого урока, Ирина Алексеевна, это мой тренер, я к ней пошла. Дружественная атмосфера праздника, которую не смогла испорти, и даже погода, вот что останется в памяти о Всероссийском дне спортивной ходьбы в Саранске. Особенно ценен тот факт, что на нем почтили память олимпийского чемпиона Петра Болотникова. И на мероприятие был приглашен его племянник. Именно на таких примерах должны расти и молодые спортсмены. Никита Борискин, Максим Тузин, Станислав Семин. Народные новости. 30 сентября на северной опушке Татпишлинского леса в Розаевском районе прошел автокросс под названием «Территория». Данные соревнования проводились второй раз и собрали участников не только с нашего региона, но и с соседних. Побороться за призы в Розаевский район приехали ребята из Пензенской, Нижегородской областей и, конечно, из Мордовии. Трасса имела очень удобное расположение и построена по всем правилам. Были соблюдены все размеры и расстояния. Одна из отличительных черт – зритель мог наблюдать за гонкой беспрепятственно с любой точки. Возрастной диапазон участников очень широкий. Все желающие от мала до велика не упустили возможность дать жару на трассе. Воздух на опушке Татпишлинского леса разрывали звуки двигателей таких автомобилей, как «Волга», «Лада», «Ака». Заезды проходили в пяти классах. По их итогам на пьедесталах ребят из Мордовии, к сожалению, не оказалось. Два первых места у Пенза, еще три победы у арзамасских гонщиков. Будем надеяться, что такие соревнования станут традиционными, и пилоты из Мордовии еще поднимут над головой заветный кубок. Никита Борискин, Народные новости. На этом пока все. Впереди еще прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. В студии была Елена Решетникова. Всего вам доброго и до встречи.